Внутриквартальные проезды городские коммунальные и дорожные службы своим вниманием не балуют. Уже куда только не пишут люди, не звонят. Часто ответ один – не можем ничем помочь. Нет денег. Жители домов 8-5 и 8-7 на Фонтанской дороге недалеко от городского ипподрома жалуются на дыры в асфальте возле своих домов. Мы побывали на месте и убедились – люди правы. Машины по местным ямам крадутся с черепашьей скоростью. Если поедешь чуть быстрее, оставишь на дороге некоторые детали. Людям тут тоже сложно передвигаться, потому что тут просто яма на яме, колдобина на колдобине. И инвалиды, и мамы с колясками, и пенсионеры с трудом преодолевают путь от дома до, например, магазина или троллейбусной остановки. Но главные проблемы начинаются, когда идут дожди. Внутриквартальный проезд банально затапливает. Просто ужасно. Людям, особенно после дождей, людям негде проехать. И тут с колясками, с детьми вообще невозможно пройти. Там, получается, ямы затопляются, машины ставят прямо впредь к гаражу. И людям вообще негде пройти. С пенсионером и дети по лужам ходят прямо чуть ли не по колено. От фонтарской дороги 8 дробь 6, и вот аж сюда стоит вода сплошная, сантиметров 20-25. Проехать невозможно, пройти невозможно. Я работаю дворником. И факт тому, что мне убирать каждый день надо. Так что, мое мнение, только ремонтировать. Пусть бюджет выдает деньги на ремонт дороги. Местные жители отмечают, совсем рядом находится ипподром, местная одесская достопримечательность. И несмотря на непростые времена, любители скачек его регулярно посещают. И что они увидят, если сделают несколько шагов в сторону, во дворы? Дорогу надо давно отремонтировать. Тем более большой здесь ипподром. Это же тоже, как говорится, престиж. С одной стороны, сюда приезжают люди, иногда из-за границы смотрят, или бывшие, и смотрят, что тут ямы такие, что не проехать, не доехать. Очень много раз обращались люди, вот, и в горсовет писали, так сказать, и туда. Вот, ну, толку мало. Это мы решали, деньги сдавали, потом эти деньги куда-то уплывали. И, понимаете, решили по 100 гривен сдавать. Ну, вообще-то, я понимаю, что так должно быть, что власти должны ремонтировать, а нам никто ничего. Людям уже просто надоело ждать, когда на их беды городские власти наконец-то обратят внимание. И непонятно, почему они должны скидываться ради ремонта своего внутриквартального проезда. Хотя и так исправно платят отчисления за поддержание придомовой территории в порядке. Какой здесь в кавычках порядок, видно невооруженным взглядом. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания Круг.